В цехе доочистки осуществляется заключительный этап обработки канализационных стоков. Пройдя все этапы, вода доочищается с помощью микрофильтров и проходит ультрафиолетовое обеззараживание. Впрочем, прежде чем осмотреть процесс, Станислав Воскресенский поинтересовался у генерального директора ходом работ по ликвидации аварии, которая случилась возле дома 102 на улице Куконковых в Иваново. На сегодняшний момент, можно сказать, авария локализована, работа производится, произвели переключение, все абоненты находятся с водой, планируем завершение работ примерно к 22 часам. Затем вернулись к обсуждению глобального проекта, который финансировался из федерального бюджета при поддержке средств Международного банка реконструкции и развития. Для участия в программе были отобраны 10 городов России, в том числе и наш город. Комплекс предназначен для очистки стоков Иваново, Кохмы и Ивановского района. Проект реализовывался действительно давно. Объем средств довольно-таки приличный. И сооружения большие, 200 тысяч, получили полную стопроцентную реконструкцию, и мы достигли всех установленных и полагающих результатов. Параметры очищенной воды контролируются в режиме онлайн станции мониторинга. Она оборудована по последнему слову техники. Информация не только будет поступать в контролирующие органы, но и предполагается обратная связь с технологами водоканала. Вложенные средства должны дать реальный эффект, прокомментировал губернатор. Мы ожидаем, что экология просто изменится. Просто изменится экология в лучшую сторону в Иваново, в Ивановском районе, в Кохме. Потому что все, что сбрасывается, теперь очищается, и вода должна стать в водоемах чище. Правильно я понимаю? Да. Вот это главное, чтобы теперь действительно мы добились этого результата, которого хотели. Надо это все на контроль держать. Прекомендовал генеральному директору водоканала не только наладить связь с активистами в сфере экологии, но и сотрудничество. Ирина Афонина, Денис Железов, телекомпания «Барс». Прекомендовал генеральному директору водоканала